Добрый день! Хочу поделиться с вами рецептом приготовления бутербродов с ананасом в духовке. Для этого нам понадобится батон, который я сама нарезаю кусочками где-то в сантиметр, можно чуть толще. Ананас кольцами, ветчина, колбаса, мяско, желательно мяско, чтобы было нежное. Кто что предпочитает, сыр и майонез. Итак, следующий этап приготовления данного блюда заключается в следующем. Нам необходимо включить духовку на разогрев. Пока духовка будет разогреваться, я взяла противень, выложила на нее пергаментную бумагу, помазала масло подсолнечное, выложила ломтики батона. Сейчас будем дальше собирать бутерброд. Берем колбаску, выкладываем ее на батон, если ломтики большие, по два кусочка. Берем ананас, посыпаем сверху сыром, кто любит побольше, кто любит поменьше. И все это поливаем майонезом. И так каждый бутерброд. А потом оставим это все в духовку запекать. Вот я заделала все бутерброды на противне. У меня получилась такая вот красота. Кто желает, может еще зеленью немножко присыпать или какой-нибудь вкусной приправкой. Сейчас я буду их ставить запекаться в духовку при температуре 180-200 градусов, двухстороннее запекание. Вот такие вкусные бутерброды у нас получились после запекания в духовке. Если у вас немножко батон пригорит, или вы не хотите, чтобы бутерброды были такие хрустящие, вы можете сверху, как только достанете противень из духовки, накрыть фольгой или вторым противнем. Тогда влага под действием пара попадет в приготовленный продукт, и они будут более мягкие и более нежные. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и приятного для себя.